Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок видеоиграх. Сегодня у меня на канале подошло время для очередного видео, и в нем я решил вам показать все то интересное, что мне удалось отыскать в мультиплатформенной видеоигре Far Cry 4, которая была разработана и издана студией Ubisoft в ноябре 2014 года, и действие которой на этот раз уже разворачивается в Кирате, в вымышленном районе Гималайя, где правит самопровозглашенный диктатор Пейган Мин. Ну и чтобы сильно не затягиваться вступлением, давайте-ка сразу же будем переходить к просмотру пасхалок и отсылок. Погнали! Садясь в очередное транспортное средство, в нем автоматически включится радиоприемник, проигрывающий сигнал самой модной волны свободный Кират. И тут мы с вами сможем услышать множество очень интересного. В одном из разговоров ведущий Раби Рейрана скажет, что диктатор Пейган Мин очень похож своим внешним видом на одного из злодеев комиксов DC – Джокера. И как мне кажется, эти слова очень сильно подходят в данном случае. Только вот бы ему еще иметь и безумие Васа, и это было бы просто реальное сходство. Раби Рей также в одном из разговоров говорит, что хотел бы жить как знаменитый киногерой из криминального боевика «Лицо со шрамом» сам Тони Монтана, нюхать кокс с задниц стриптизерш и показывать свои огромные пушки, произнося, «Поздоровайся с моим другом», как это говорил и босс мафии из кинофильма в своей «Последней перестрелке». В других вещаниях есть множество намеков и на различных знаменитых личностей, таких как бывший президент США Барак Обама, знаменитый баскетболист Деннис Родман, сексуальная поп-певица Дженнифер Лопес, футболист английской сборной Дэвид Бэкхэм и хип-хоп-звезда Кенни Уэст. По прохождению побочных миссий нам также придется повстречать двоих очень крутых персонажей. Херка, который помешан на обезьянах и которого мы встречали в предыдущей игре этой серии, точно так же, как и второго героя, секретного агента ЦРУ Уиллиса Хантли. Кстати, Уиллис также и упоминает Джейсона, главного героя Far Cry 3, говоря, что Аджай не чита прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Из разговоров же первого мы слышим, что на момент событий Far Cry 4 Херк знал троих людей, которых он считает тату-братьями. Джек, Джейсон и Аджай. Джек Карвер, протагонист игры Far Cry, Джейсон Броди, протагонист Far Cry 3, Аджай Гейл, протагонист Far Cry 4. И тут, довольно странно, что Херк знает Джека Карвера. И дело даже не в том, что Херка не было в Far Cry, а в том, что время действий первой части происходит в 2025 году. Ступая в диалог с отморозком Херком, мы также можем заметить несколько очень замечательных отсылок и пасхалок. Когда мы впервые крадем для него фигурку обезьяны, он называет нас Индианой и спрашивает, не забыли ли мы поставить вместо нее мешочек с песком, намекая на один из знаменитых моментов из самого первого фильма о приключениях великого археолога, который носит название «В поисках утраченного ковчега». Да и продолжив, он упомянет про ту яму со змеями, в которую очень сильно не хотел лезть Прокфеса. При следующей встрече с Херком он посмеется и назовет, несколько аллюзий на фильмы с участием его любимых обезьян, таких как «Планета обезьян», «Кинг-Конг» и «Царь обезьян». В еще одном из разговоров с ним он называет нас именем главного героя «Матрицы», избранного Нео, и уточняет, что мы умеем летать, и продолжив, дает нам еще две отсылочки на популярные фильмы с живыми механизмами в главных ролях «Трансформеры» и «Терминатор». А если водитель остановится, то бум! Трансформеры 8! Ты там сценарий пишешь? Чувак, стань моим Нео, ты же умеешь летать! Я знаю, где есть крутой мини-вертолет! Одежду и мотоцикл! Когда в одной из миссий нам нужно будет похитить слона, Херк назовет его по имени Джамбо, намекая на персонажа диснеевских мультфильмов, и продолжив произнесет, что тот, наверное, сейчас находится в лучшем цирке. Среди приобретаемого вооружения присутствует также один очень интересный нам экземпляр. Это автоматический пистолет IJM-9, который скопирован с пистолета, которым лихо управлялся популярный робот-полицейский, он же Робокоп, да и аббревиатура оружия, это первые буквы из настоящего имени робота, то есть Алекс Джей Мерфи. Кстати, тут же в описании мы можем прочитать, что он также использовался в подавлении и нарушении правопорядков. Есть в игре несколько очень крутых намеков на популярный американский телесериал Lost. Во-первых, это то, что в одной из записок указывается о упавшем на остров самолете, как это было и в сериале. Его мы, кстати, также можем отыскать разбившимся в одном из озер, только вот размером он намного меньше, но не стоит обращать на это внимание, ведь это всего лишь отсылка. Ну и напоследок, как только мы выполним все дополнительные миссии по доставкам золотому пути, мы попадем в заброшенный призрачный бункер, из которого получали таинственный сигнал. А ведь похожим бункером славился и Lost. Продолжим. Персонаж Муму Шифон, местный модный кутюрье, явно пародирует всех так называемых модельеров-мужчин. Но вот его имя также отсылка и на имя великой французской модельерши Коко Шанель. Я Муму Шифон, портной, который был избран королем Керата, его величеством, Пейганом Мином. Когда нашего героя все-таки получится захватить приспешником Пейгана, они бросят его в очень необычную тюремную камеру, заполненную свежим воздухом. Но вот выбраться из которой будет очень проблематично. И что интересное, похожие камеры нам уже ранее встречались в популярном британском телесериале Игра Престолов, и в который даже удалось побывать малышу Тириону Ланнистеру. Забравшись в пещеру с очень стрёмным названием Пасть Елунга, мы наткнемся на выставленные в несколько рядов на деревянных стеллажах золотые и серебряные чаши, различных форм и размеров. И это все, конечно же, будет таким небольшим намеком на финальную сцену из классического приключенческого фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход», в которой Индии в поисках священного Грааля удосужилась посетить подобное помещение с кучей разнообразных сосудов. Для обнаружения следующей пасхалки нам нужно будет добраться до одной высокой точки под названием Харио Кхупа и зайти внутрь пещеры. Тут мы обнаружим лежащего на столе мертвого старинного солдата, к которому через провода будет подключено множество аккумуляторов и различных приспособлений. Но что тут еще более интересное, так это записка, висящая рядом на стене. В ней описывается один эксперимент, в котором некому доктору удалось вернуть к жизни при помощи электричества своего друга. И добыл он это электричество с помощью грозы. Ничего знакомого вы тут не заметили? Конечно же, это все очень сильно напоминает тот самый эксперимент, с помощью которого доктору Франкенштейну удалось оживить свое создание. Найдя одну заброшенную хижину на бескрайних просторах карты и забежав внутрь, мы увидим лежащие повсюду трупы местных поселенцев. И на том, что будет лежать на полу, на голове будет надето красное ведро, и из коленка торчать стрела. И многие из вас сразу же, наверное, поняли, в чем тут прикол. А дело тут в том, что это очень крутая пасхалка на популярный Скайрим, который является пятой частью серии Elder Scrolls. И там стражники очень часто говорили о том, что их приключения закончились после того, как им прострелили колено. А надев на голову хозяина также ведро, мы спокойно могли обокрасть его хижину. При этом он чудом почему-то ничего не замечал. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. В одном из дополнений, где нам предстоит встретиться с огромным Йети, мать его Йети, есть очень интересное местечко с деревянным помостом, выступающим над крутым и очень глубоким обрывом. И видимо, с которого местные аборигены совершали свои безумные прыжки вниз. Так вот, оно очень сильно напоминает своим видом похожие локации из другой игрушки юбиков, про приключения ассасинов. Там они также частенько использовались подобными приспособлениями. Ну и самая главная и крутая пасхалка в этой игре. Ее мы встречаем уже в самом начале. Если после втупительной кат-сцены с захватом автобуса и последующим колоритным обедом, по просьбе ушедшего ненадолго Пейгана остаться его ждать, где-то после 15 очень, на мой взгляд, долгих минут мы вновь его встретим, вернувшегося к нам. Он очень сильно обрадуется, что мы его дождались, и проводит Аджая прямиком до места захоронения прахом матери. Ну а далее также предложит неплохо повеселиться. И тут же мы увидим финальные титры. Вот так вот закончить игру можно будет менее чем за 20 минут. Такой себе спидран. Кстати, есть парочка очень крутых моментов и после полного прохождения всей сюжетной линейки, о которых многие из вас даже и не знали. Если мы на протяжении всей игры помогали Сабалу, то отправляемся на небольшой островок Арсенал, где и встречаем последнего, казнящего неверных. Видимо Сабал не очень-то далеко ушел от диктатора Мина. Ну а если же лидером стала Амита, то нужно будет вернуться в деревушку Тиртху, где мы и увидим, как она под дулами автоматов пополняет свою армию. Какие же они оба нехорошие правители. Но это кстати можно исправить, попросту расстреляв новоиспеченных злодеев. Ну а на сегодня это последняя пасхалка и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующие не менее замечательные видео, скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все, до скорой встречи мои дорогие друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok